День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов, лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Что ж, мы начинаем ставить диагноз недели в студии Александр Шунин и психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. И сегодня речь пойдёт о выборе и иллюзии его отсутствия. Я правильно сформулировал тему? Ну, правильно, она будет, конечно, несколько шире, потому что тема выбора беспредельная, и она постоянно встречается и в повседневной жизни каждого, и уж в практике психотерапевта эта тема встречается тоже с завидной регулярностью. Как всегда, меня на эту тему натолкнул несколько факторов сразу. Одна интересная вещь. Я прочёл занятную информацию. Мы все привыкли к тому, что, и тоже мы говорили в предыдущих передачах, что ковид и вся с ним связанная обстановка ухудшили психическое здоровье населения. В средстве изоляции больше тревог, больше депрессии, больше напряжения и так далее. Но, как выяснилось, по некоторым исследованиям психиатров, психотерапевтов, в частности в Англии, в каких-то районах было отмечено, что, как ни странно, процент жалоб, связанных с депрессией или самочувствием людей, у которых депрессия уже была диагностирована, жалобы снизились, самочувствие улучшилось. Интересный феномен, никто его, в общем-то, не ожидал. И когда начали расспрашивать, что же произошло, выяснил следующая любопытная вещь. Люди тревожные, люди депрессивные в обычной повседневной жизни бесконечно сталкиваются с выборами. Взаимодействие с другими людьми, контакты на работе, контакты в повседневности с близкими и так далее, с друзьями, знакомыми – это всё череда больших и малых выборов. Когда мы делаем выбор, мы начинаем задумываться, а правильно ли неправильно. И страх сделать неправильный выбор приводит иногда к росту той самой тревожности. И вот оказалось, что люди, склонные к депрессии, склонные к тревоге в ситуации отсутствия выбора стали спокойней. Они сидят у себя дома в той самой изоляции. Они работают дистанционно или не работают. У них снизилось до минимума количество контактов с окружающими людьми. Исчезла необходимость себя с ними сравнивать, исчезла необходимое взаимодействие снова и снова делать какие-то выборы. И от этого оказалось у многих, но сейчас стало спокойней. Оказавшись наедине с собой, люди успокоились. Потому что выбор – это всегда оценка, и выбор очень часто – это сравнение. Сравнение себя с окружающими, сравнение с их выборами, сравнение с тем, насколько успешно я этот выбор сделал, и каков я по сравнению с результативностью других вокруг меня. Поскольку у людей с депрессией самооценка в принципе занижена, они себя воспринимают через призму депрессии негативно практически со всех сторон. И если рядом, по их мнению, находятся люди преуспевающие, у которых всё хорошо, это очень характерная формулировка для человека с депрессией, все кругом нормальные, один я такой. И вот, оказавшись наедине с собой, люди сбросили с себя бремя выбора, бремя сравнения, им заметно полегчало. Счёт выбора есть же известная история. Буриданов осёл, так называемый этот образ. Осёл, который стоял перед охапкой соломы, охапкой сена, никак не мог выбрать, что же ему есть, и в итоге умер от голода, потому что этот выбор оказался для него настолько мучителен. Это, конечно, философская фигура, метафора, но, тем не менее, очень много людей, которые выбором себя мучают бесконечно. И тут мы переходим к следующему источку информации из работы с моими пациентами. Я услышал хорошую фразу от одного из них. Я вдруг только сейчас понял, что я всегда считал, что выбора у меня особого нет. Человек вдруг осознал, ну, ладно, он осознал, что у него есть выборы в отношениях с людьми. С кем общаться, с кем не общаться, кому позволять управлять своими людьми, кому не позволять, кого-то себя считать авторитетом, а кого не считать. Все эти выборы как будто раньше отсутствовали. И человек вдруг осознал, что его жизнь зависит от него самого, он имеет право говорить «нет», он имеет право отфильтровывать этот белый шум со стороны, фон чужих желаний, чужих ожиданий, и так далее. Но что еще более занятно, человек вдруг заметил, что находясь, что он, кажется, ходя в магазин, выбирал всегда одни и те же продукты. И вдруг я думаю, что есть еще другие продукты. Я вдруг увидел, что есть еще много всего, что могу покупать, и есть другое, неважного, в принципе, другие производители, другой ценовой диапазон. Я раньше сказал, он этого искренне не замечал, этого не видел. Это интересная... Это сила привычки? Ну вот, что за сила привычки? Ежедневный темп. Хорошо, у нас есть всегда выбор, ежедневно. Взять в качестве примера тот же самый магазин. Я захожу, я могу выбрать, не знаю, сок, не знаю, десятка производителей, колбасу, сыр. Но нет времени даже задуматься. Поэтому, однажды попробовав, понравилось, я буду постоянно повторять это действие. Это же не только касаемо торговли. В любых других сферах деятельности человека происходит практически точно так же. То есть, действие, которое тебя удовлетворяет, ты его будешь повторять бесконечно. Первая часть нашей беседы, вы рассказывали об этом исследовании в Британии, люди успокоились, потому что у них не было выбора. Мне тоже показалось странным, что тут-то, это же становится страшно остаться наедине с собой, отфильтровать на самом, в конце концов, вот этот весь белый шум. И что останется? Это же тоже многих пугает, что наконец-то ты не обращаешь внимания на сигналы извне, на которые ты хочешь, не хочешь, но реагируешь. Это тебя отвлекает от каких-то внутренних переживаний, достаточно глубинных. Не тут оставшись в заперти, ты остаешься один со своими мыслями. Как по мне, это только провоцирует какие-то депрессивные состояния. Ну, как видите, для многих нет, именно потому, что бремя выбора с них спало. То, что вы сказали, покупаешь одну, это не все какое-то одно и то же. Есть у них консервативных взглядов. Часто консервативность связана с возрастом. Человек старше, тем больше он человек привычек и так далее. Но, в общем-то, по идее, вы спросите любого человека, и он скажет, что, конечно, выбор – это замечательно. Конечно, свобода выбора – это чудесно. Конечно, нам кажется, что нам больше нравится самим решать свою судьбу. вопрос, откуда у людей всю жизнь один любимый телеканал, одна любимая, условно, газета, и с точки информации, вот один, другие мне не нужны. Откуда у людей, на самом деле, при всех криках о свободе, откуда у таких, к тому количеству людей любовь к тоталитарным режимам? Хотя мы знаем, что это вроде как и плохо. Но когда кто-то с нас снимает то самое бремя выбора, многим это очень нравится. Выбора или ответственности? Это одно и то же. Если мы делаем выбор, конечно, мы за него отвечаем. И если этот выбор заканчивается неудачей, мы, конечно, можем пытаться обвинять всех вокруг, но обвиняем сами себя. Поэтому иллюзия отсутствия выбора по чехлу – иллюзия, потому что выбор у нас есть почти всегда. Иллюзия отсутствия выбора – это на самом деле прекрасный защитный механизм. В тот момент, когда я перестаю верить, что у меня есть выбор, и это проявляется в чём угодно, даже в том самом магазине. В тот момент, когда я перестаю в это верить, мне становится проще жить. Это, опять, магазин проще всего. Я прошёл по привычным полкам, взял привычные продукты, делаю это из года в год одно и то же, и всё это очень прощает мою жизнь. Но при этом это точно значит, что есть люди, которые очень любят пробовать новое, люди, которые любят экспериментировать, люди, которые любят новые рецепты, новые блюда. Есть даже люди в путешествиях. Я знаю людей, которые годами ездят по одним и тем же местам в одни и те же отели, в одни и те же города, и это не меняется вообще. Есть люди, которые на другой крайности, экстремальные люди, бросающиеся в неведомое, и есть люди где-то посередине, которые ищут что-то новое. Так вот, мне кажется, что это тоже о людях и их выбор. И, в общем-то, выбор, вот вы правильно сказали, выбор и ответственность. Когда мы совершаем выбор, мы чаще всего задумываемся о том, что будет потом. И когда мы доверяем выбор за себя другому в жизни, в семье, в отношениях, на работе правительства, нам это на самом деле спокойнее. Переложил ответственность и живешь спокойно. И еще имеешь наглость критиковать того, кто сделал выбор за тебя. Бывает и так. Последствия, которые... Политика, классический пример. Ну, ты опять же, десятки тысяч не желают ходить на выборы, имея массу аргументов, но, тем не менее, остаются недовольны выбором других, получается, не замечая, что, по сути, это их выбор в том числе. Не пойти и не сделать это действие, переложив ответственность на другого. Ну, знаменитая фраза «мы исполняли приказ», допустим. То, что звучало военных преступлений и тому подобного. Кроме того, вот, я люблю слушать лекции по истории Японии, есть такой хороший японист Александр Мещеряков, его спрашивали, как японцы отнеслись к тому, к самому поражению во Второй мировой, и как к этому они относятся сейчас. И он говорит, выработался прекрасный коллективный механизм защиты. Мы не виноваты, нас обманула военщина, милитаристы навязали нам свое мировоззрение, у нас не было выбора, нас заставили делать ужасные вещи, сейчас мы глубоко раскаиваемся, и вины нашей в этом никакой нет. Это очень такая сработавшая схема, которая помогла целому народу справиться с тем, что они успели сделать за время Второй мировой войны. Помните известный тоже из записных книжек, то, что называлось, у Довлатова был вопрос, товарищ Таллин, конечно, ужасный человек, но кто тогда написал два миллиона доносов? Да, да. Иллюзия выбора зачастую связана еще с одной вещью, иллюзия отсутствия выбора. То есть, что такое отсутствие выбора? Есть такая фраза, ну, я бессилен, я вообще бессилен. И мы несколько раз уже не с одним человеком во время беседы, когда я спрашивал, а в чем вы бессильны? Ну, вот, вообще бессилен, ничего не в моих силах, совершенно беспомощен. Потом выясняется, что человек ощущает, что он не может на что-то повлиять. Он не может повлиять на свой ребенка подростком, допустим. Он не может повлиять на отношение к нему родителей или супруга, этому так кажется, по крайней мере. И мы начинаем потихоньку анализировать, разбирать, почему не могу повлиять становится синонимом понятия я бессилен. в общем-то, мне кажется, каждый из нас понимает, что есть вещи, которые мы можем повлиять, которые мы не можем повлиять. Вот, я часто вспоминаю в передачах молитвы общества анонимных алкоголиков, Господи, дай мне сил справиться с теми проблемами, которые я могу справиться, дай мне терпение перенести то, с чем я не могу справиться, дай мне мудрость отличить одно от другого. Ну, вот, у людей часто звучит, если я не могу на что-то повлиять, значит, я бессилен. То есть, невозможность повлиять на конкретную ситуацию или конкретного человека трансформироваться в ощущение тотального бессилия. То есть, я вообще не могу повлиять. И опять, бессилие это вроде бы плохо. Слово, бессилие у нас никаких хороших ассоциаций не вызывает. Но опять, я бессилен, следовательно, нет выбора, следовательно, я не могу ни на что повлиять, следовательно, я могу расслабиться. И остается только принять. Да, могу назвать это принятие. И следующий этап, но если у меня выбора нет, я бессилен и ответственности у меня нет, значит, это есть у кого-то другого. Значит, ответственность за себя, за свою судьбу я отдаю другим людям. Потом могу начать жаловаться, что они неправильно обошлись с делегированной им ответственностью, но тем не менее. Вот здесь, мне кажется, интересный ход. мы опять упираемся в том, что то, что кажется нам плохим, отсутствие выбора, отсутствие свободы, отсутствие способности влиять на что-то и так далее, и так далее, на самом деле создает тот самый комфорт. Это любимая всеми зона комфорта. Мне кажется, что когда у человека есть какая-то его жизнь, которую он для себя принял, ну, в общем-то я никто и ничто повлиять мне ни на что не могу. Мне, конечно, не очень радостно так жить, но зато я более-менее спокоен. Вот когда мы говорим о выходе из зоны комфорта, я всегда утверждал, что это ложное утверждение, комфорт это по-настоящему хорошо, а то, что мы называем зоной комфорт, это зона вялого хронического дискомфорта, то есть не очень хорошо, конечно, но слава богу, что не хуже. Вот в тот момент, когда мы начинаем осознавать, что у нас есть выбор, что у нас есть способность влиять на что-либо, и тут, кстати, знаете, как есть в политике выражение сферы влияния, когда мы начинаем понимать, что мы способны влиять, что такое сфера нашего влияния, в этот момент начинаем выходить из зоны комфорта. И поначалу это вызывает, наверное, очень сильный стресс, адаптация к новым, не знаю, как ты вдруг оказываешься где-нибудь в горах с разреженным воздухом, или когда ты впервые садишься за руль автомобиля и выезжаешь сам в город, когда у тебя вдруг оказывается, что в прямом смысле ты управляешь твои руки на руле, тебе страшно, потому что вокруг ездят машины, бегают какие-то пешеходы, ты рискуешь в кого-то врезаться, ты должен все время быть на чеку, ты понимаешь, что ты все время отвечаешь за все происходящее, и за то, пока пройдет тот период, что ты примешь, что для тебя это свобода, ответственность и возможность рулить в прямом и переносном смысле, что это твое, и ты становишься комфортно, проходит некоторое время. Напоминаю, мы ставим диагноз недели психиатр и психотерапевт Риэль Резник Мартов, мы говорим о выборе и иллюзии его отсутствия. Телефон у прямого эфира 67212939 67213939 Если есть вопросы и высказывания, мы их принимаем также в WhatsApp, пишите, пожалуйста, номер 2306191. Так, я во время нашей беседы, знаете, как по синусоиде. Выбор хорошо, выбор плохо, выбор хорошо, выбор плохо. Истина наверняка опять где-то посередине получается. Какое из этих состояний, разумеется, нельзя сказать правильное, но эффективное, если мы возьмем одну из граней жизни, скажем, работу. лучше ставить себе новые перед собой новые вызовы, выходить из той самой пресловутой так называемой зоны комфорта, или найти сферу, конкретное даже место в пространстве, вот стул, стол, компьютер, лампа, окно, за ним какой-то пейзаж, в котором тебе комфортно, и ты можешь выполнять определенный набор функций, которые дают тебе деньги на жизнь, и успокоиться. Во-первых, Александр, кто же мы с вами такие, чтобы решать за кого-то хорошо ему или плохо выходить из зоны комфорта. Во-вторых, вот когда вы говорите, выбор – это хорошо или плохо, это ситуация, которую мы часто обсуждаем в работе с моими пациентами. Потому что хорошо или плохо – это в русском языке, да и в других тоже звучит двояко. Хорошо или плохо может быть оценкой, хорошо или плохо может быть состоянием души человека. То есть хорошо или плохо делать выбор как оценка, не знаю, а вот наверное наличие выбора это всегда хорошо, а вот хорошо мне или плохо мне от того, что у меня есть возможность сделать выбор. Хорошо мне или плохо мне от того, что я осознаю, что у меня есть этот выбор. И более того, бывает, что он есть, а бывает, что он просто неизбежен. Ты должен делать выбор в каких-то ситуациях. Как бы тебе не хотелось это отложить и у кого-нибудь от него спрятаться. Так вот, хорошо мне или плохо, потому что у меня есть выбор, вот отсюда мы и приходим к иллюзии его отсутствия. Потому что, когда мне плохо от того, что я осознаю, что мне приходится выбирать, когда мне от этого становится тревожно, не по себе, я не хочу всего этого знать, сделайте кто-нибудь этот выбор за меня, тогда, да, да, человеку от этого плохо. А есть человек, который ну, о чем мечтает тот же каждый подросток, допустим. У него есть ощущение, что родители его ограничивают, что его лишают выбора, что ему нет возможности поступать так, как он хочет. И какой-то своей частью подросток мечтает о том, что вырвется он на свободу. И что все выборы он будет делать сам. И никто не будет ему указывать, во сколько ему приходить домой, что ему, во сколько ему ложиться спать, пить ему, не пить, курить, не курить, что ему есть и так далее, и так далее. И какая-то часть подростка очень рвется к этому выбору. И многие действительно с восторгом попадают в ситуацию, когда, наконец, вот она, свобода, и все выборы принадлежат тебе. Ну, к сожалению, в этот момент многие ощущают, что помимо того, что получил свободу решать все эти повседневные вещи, у тебя сварилась еще куча выборов, которые раньше ты просто не осознавал, за тебя их делали твои родители. Что ты будешь есть? На что ты будешь есть? Какова твоя, чего стоит твоя свобода? И в финансовом выражении, и более метафорически. И тут выбор становится нелегким. И тут опять появляется та самая тревога. Когда ты, вот эти житейские выборы оказываются, ты с ними оказываешься один на один, становится беспокойно. Вот, не знаю, Александр, вы можете припомнить в своей жизни ситуацию, когда вы оказывали вдруг на свободе, у вас были выборы, вам от этого было не всегда радостно? Безусловно. Иногда каждый день возникают такие ситуации, без преувеличения. В большей или меньшей степени дискомфорта. Ну, это связано с рабочими вопросами в основном. Но да, иногда выбор удручает. Но то, о чем вы говорите, о подростках, мне кажется, это элемент взросления, и он необходим. И та самая самостоятельность, и через этот этап нужно пройти. А дальше, если человек испугается сложности вот этих выборов взрослого человека, и предпочтет прятаться от необходимости делать выбор, и предпочтет делегировать другим, делать выбор за него, тут начинается зона такого нездоровья уже. Вот это вот уклончивость, как правильно сформулировать, постоянного уклонения от того, чтобы самому отвечать за свою жизнь, за свое... Избегание. Избегание, да. Спасибо за помощь. Поэтому, знаете... Вопросы-то возникают, по какой причине человек начинает этого боиться, сторониться, и с радостью, готовностью и удовольствием ждать того, что за него этот выбор сделают? Я думаю, что один из таких защитных механизмов общества, чтобы не перегружаться выборами, это некий традиционный уклад. Мы делаем так, потому что так всегда было принято делать. Мы делаем так, чтобы наши отцы, деды и прадеды так поступали, и мы будем так поступать. То есть, следование традиции – это, в общем-то, тоже ослабление бремени выбора. Я делаю, потому что так положено. Есть общества, целиком основанные на традиции. Вот, например, классики китайской философии. Ещё Конфуций говорил, что я не придумываю новое, я вспоминаю старое. То есть, следование старым образцам в конфуцианстве до сих пор считается чем-то предпочтительным. И есть другой полюс, есть революция, всплески, мы будем делать всё по-другому. Ты сбрасываешь с себя бремя традиций, или то, что ты считаешь бременем. Ты берёшь на себя некий выбор. Но, как мы замечаем, постепенно всякие революции пойдут к формированию новых традиций, которые тоже становятся тем, что и деды наши делали, и отцы делали, и мы так будем делать. Поэтому не надо нам выбирать. Мы уже знаем, что правильно, что неправильно. Вот это, я думаю, человек постоянно, любой человек, колеблется между этим состоянием выбирать, не выбирать. Хочу, не хочу. И да, я думаю, что, как я уже говорил, это напрямую связано с понятием тревоги, беспокойства. Мне тревожно от того, что я должен выбирать. Правда, кому-то это тревожно, потому что его лишили выбора, и он начинает переживать по этому поводу. То есть мы всегда в итоге упираемся в отдельно взятого человека, в его личность, в его историю, и чем выбор или его отсутствие является для него. Зачастую, возвращаясь к этому пациенту, который вдруг внезапно осознал, что он даже в магазине не замечает, что у него выбор. Ну, раз он ко мне попал, то, наверное, не от хорошей жизни. Наверное, от того, что у него, в общем-то, на душе не очень хорошо. Но свои отношения с проблемой выбора он попросту не осознавал. То есть это избегание выбора, это ощущение его отсутствия было, скорее, бессознательно. Просто бессознательно. Когда человек начинает осознавать то, что он делает, он замечает, что у него есть выбор, и это его перестаёт так пугать. — Напомню, телефонный прямого эфира — 67212-939, 67213-939. Только что кто-то пытался прорваться в эфир, но я не хотел перебивать Реля Резенко-Мартова. Если есть вопросы, пожалуйста, перезвоните. Или ещё раз напомню, номер нашего ватсапа — 2-3-0-6-1-9-1. — На будущее перебивайте, если что. — Хорошо, спасибо. Продолжая тему выборов. Всё-таки неизбежно. Выборы ассоциируются с политикой. Мы политикам всё равно же делегируем право решения. О, у нас есть телефон. Потом про политику поговорим. Ну, их. Доброе утро. — Доброе утро. — Здравствуйте, Лариса. — Вы знаете, наверное, не каждый человек вообще даже по натуре готов и может выбрать к праву выбора. Вот, например, была, по-моему, у Маринины книга «Когда боги смеются». Там одну девочку отец заставлял одеваться, как он считает нужным. Он её заставлял читать какие-то книги и тому подобное. В конце концов, ей это всё надоело. Она отца своего посадила. Пару раз оделась, как хотела. Сходила в кафе. Окончилась тем, что она одела ту одежду, которую её заставлял одевать папа. И села и взялась за те же книги, которые заставлял её читать папа. Вот как объяснить вот такое? Спасибо. — Спасибо. — Ну, я не очень читал Маринину. Я думаю, что иногда то, что нам когда-то говорили, что так надо, мы не воспринимаем его в силу того самого подросткового протестного возраста. То есть то, что нам говорят «так надо», у нас сразу просыпается протест. А я не хочу. Не хочу, и всё. У меня есть свой выбор, перестаньте на меня давить. Я личность, я имею право и так далее, и так далее. Возможно, то, к чему пришла героиня этой книги, она стала делать то, что её учили делать, то, что ей предлагал отец, возможно, стало её собственным выбором, но осознанным. А, возможно, есть как то, что говорил Фрейд, есть у нас суперэго, сверхъя. Это часть нашей личности, в которой откладываются вещи, которые нас когда-то давным-давно учили. Родители, общество и так далее. То есть информацию воспринимаем не критически. Мы вдруг обнаруживаем, что нечто когда-то восприняли как аксиому, и начинаем это делать, даже не задумываясь, надо ли нам это или не надо. Поэтому, что было с этой девушкой, я сказать не могу. Но зачастую взрослые люди со временем понимают, что родители были правы, но чтобы эту идею принять, чтобы это не было чем-то чужеродным и навязанным, это должно быть возвращено в тебе, переработано, усвоено. Есть такое понятие, знаете, инородное тело. Тогда чужие идеи у нас являются народными телами. Человек попал, осколок какой-нибудь на войне, он почему-то его нельзя было извлечь, он покрылся соединительной тканью со всех сторон, но остается частью нашего организма инородного, он всё будет чужая ткань. Так вот, идеи чужие могут быть такими же инородными телами, а могут со временем, будучи осознанными, продуманными, прочувствованными, стать органической частью нашей личности и нашей жизни. О том, как родители были правы, прямо, знаете, слух произнесли мои мысли. Да, и чем взрослее становишь с этим, понимаешь, что, возможно, не во всём, но родители правильно говорили, что вот здесь вот надо учиться, а с этим надо дружить, а с этим не надо дружить. И благодаря какому-то подростковому максимализму, конечно, хочется противодействовать этому, но зачастую потом приходишь ровно таким же выводом. Либо это сила традиций, либо то самое суперэго, а может быть, совпадение оценок. Бывает, что приходишь, а бывает, что понимаешь, что ты долго слепо следовал тем же родительским идеям, потом ты вырастаешь и понимаешь, что родители были достаточно тревожные, достаточно ограниченные люди, которые отказывались видеть вообще другой вариант жизни и бытия, нежели свой собственный, и поэтому свой собственный навязывали тебя как единственно правильное. Только так надо жить, только такие книги надо читать, только так надо думать. И со временем ты начинаешь это критически переосмыслять и думать, что может жить как-то иначе. То есть получается, что вот это искусственное ограничение собственного выбора может своеобразно по наследству передаваться? Да, только не генетически. У нас люди часто говорят, я, наверное, генетически такой. Нет, просто если ты в этой среде вырос, не знаю, как Маугли среди волков, если ты в этой среде вырос, то ты искренне считаешь, что так и должно быть. Это вообще вот что с людьми происходит. Мы рождаемся в этот мир, мир, окружающий нас, его законы – это наша семья, и мы это настолько впитываем, что у нас нет другой информации. Мы даже не подозреваем, что может быть как-то иначе, что наши родители не боги, что не всему в них надо подражать, и так далее, и так далее. Только со временем мы начинаем осознавать, что что-то не так в этой картинке мира. И может, и занимается психотерапия, по крайней мере, некоторое направление, переосознанием того сценария, по которому ты живешь. То, что когда-то было воспринято как единственно верное, и возможность выбора не рассматривалась. Но это же в какой-то момент должна прийти мысль к человеку, что, возможно, что-то происходит не так, что тот сценарий, который я повторяю раз за разом, вот ситуации одинаковые проживаются, что с этим нужно что-то делать. Я думаю, что, ну, во-первых, это нормальная часть воспитания ребенка, когда особенно с раннего начала родители большую часть выборов пока что берут на себя. Потому что оставлять маленького ребенка наедине со всеми выборами как-то нечестно. Есть та самая функция воспитания, есть та самая функция родительского контроля, которая отличается от гиперконтроля. Многие путают контроль с гиперконтролем. Иногда, мне кажется, вот это мы дадим ребенку свободу, принимать некие карикатурные, ну, когда родители рождают ребенка и отказываются говорить ему, какого он пола. Вот он вырастет или она и сам скажет, мальчик он или девочка. А говорить ему и растить его как мальчик или как девочка – это насилие над его личностью. Здесь некая другая крайность, она скорее говорит о тревогах самих родителей. К ребенку это имеет очень мало отношения. Потому что есть тревог, некоторые внутренние гендерные конфликты, они рано или поздно проявятся сами по себе, независимо от родительского воспитания. Вот, поэтому часть выбора необходима. И ситуация, как кто-то делает выборы за нас, тоже необходима. Ну, в конце концов, кто у нас есть на работе начальник, руководитель, ну, кто-то изначально дал ему возможности выбора и возможность в рамках какой-то рабочей иерархии управлять нашими выборами. Отдавать приказания, настойчиво рекомендовать и так далее, и так далее. И тут мы, опять же, начинаем выбирать, где это сообразуется с нашей картиной мира, где у нас ощущение, что нами злоупотребляют, где мы способны отстаивать свой выбор, говорить «нет», спорить и так далее, где мы должны подчиняться, где мы можем в конце уйти с этой работы, например. И то же, что происходит сейчас и в семьях, если наше понятие о выборах в жизни категорически расходятся, но люди расстаются. Из понятия человека о свободе и о том, как ему жить, расходятся с законодательством и ценностями страны, в которой он живет, он может или сражаться за перемену этих ценностей, или сменить страну обитания. В наше время, по-моему, из большинства стран ты так или иначе можешь уехать. Поэтому вот мы все время выбор – это некое динамическое состояние. Это не статика, что я раз навсегда определился, вот это черное, а вот это белое. Выборщим подвижные системы, мы все время так или иначе какие-то вещи выбираем автоматически, даже не задумываясь, какие-то вещи выбираем осознанно, в каких-то ситуациях, с чего мы начали, мы не хотим выбирать, мы боимся выбирать, и тогда мы создаём себе картину мира, в которой у нас выбора якобы нет. И нам какое-то время так живётся спокойнее. И, может, немножко резюмируясь в сегодняшнюю передачу, это опять выбор, выбор выбирать или не выбирать, звучит тавтологией, но это опять вопрос осознанности каждого человека. как я уже сказал, я с беседой с моим пациентом, люди приходят на терапию, потому что им по каким-то причинам нехорошо. Наверное, люди задумываются о выборе его отсутствия или его наличия, тоже когда им не очень хорошо. Если ты ощущаешь некий внутренний конфликт, тебе дискомфортно, это как минимум повод задуматься и прислушаться к себе. И опять вот то, о чём мы сегодня говорили, когда у тебя есть ощущение, что у тебя нет выбора, то есть ощущение, что ты бессилен, всегда стоит прислушаться к себе, а на самом деле его нет или просто я его не очень хочу делать. Я бессилен тотально или есть некоторые ситуации, на которые я не могу повлиять? Тут всплодится следующий вопрос. А должное мне на них влиять? Не могу или не хочу на самом деле? Не могу или не хочу и понимаю, что да, допустим, я ограничу свои способности повлиять на судьбу и жизни других людей. Даже если это люди, которых я люблю. Дети, друзья, жёны, мужья, родители и так далее. То есть, это вопрос моего любимого слова осознанности. В тот момент человек начинает задавать себе вопросы, начинает искать ответы иногда внутри себя, и внутри себя, и во внешних источниках. И вот мне кажется, чем больше осознанность, чем больше вопросов через эти не всегда комфортные вопросы и ситуации, вот так и всё, придёшь к состоянию меньшей тревоги, меньшего беспокойства, большего понимания, чего ты на самом деле хочешь, почему и как ты поступаешь в этой жизни. От чего может зависеть развитие этой осознанности? Ну, я сейчас скажу не очень корректную вещь, но мы все, наверное, наделены разным интеллектом от рождения по-разному развитым интеллектом. Это вы тоже, но сказать, что я слишком куда уж мне, я может глуповат, это тоже форма защиты. И это будет та самая форма бессилия. Наверное. Я ж дупенький, что я могу с этим делать? Сейчас меня возьмёшь. Да. Вот. Наверное, это зависит, осознанность зависит от желания осознавать, от желания понимать, от желания не плыть по течению, а задумываться. Все эти классические вопросы, кто я, почему я так поступаю, хорошо мне или плохо. Ну, вообще, если мне хорошо, я просто мне не задаюсь. Если мне плохо, я задаюсь вопросом, почему мне. В тот момент начинается вопрос, почему, начинается путь к осознанности. Когда начинается поиск ответов, начинается путь к осознанности. Опять вопрос, мы берём у кого-то уже готовые ответы и на этом успокоим. Мы прочли какую-нибудь духоспасательную книжку, душеподъёмную книгу с советами, как тебе разведиться, как поставить всё бессознательно и прочее, и прочее, и прочее. Или ты начинаешь искать разные мнения, пытаться их как-то пропускать через себя и в итоге синтезировать какую-то свою собственную позицию. Вот, наверное, так. Мы ставили диагноз недели с психиатром и психотерапевтом Рейлинком Мартовым. Время эфира подошло к концу, но мы обязательно встретимся через неделю, я надеюсь, очень. Да. Огромное спасибо. Эфир продолжается, день продолжается. Всего доброго. Всего доброго. Радио Болтком. Редактор субтитров А.Семкин